Закончили мы наше путешествие по Болонии. Интересный город, тут куча вот этих башен. На этой машине мы сейчас справляемся в город Гену. По обе стороны там у нас будет очень красивое побережье, старые порты, красивые домики разноцветные. В общем, все будет белисимо. Погнали! Запарковались рядом с почтой, чтобы заплатить все штрафы, которые у нас накопились. Их два, это за паркинг и за то, что мы проехали по автобану. Поста Итальяна. Итальянцы не очень любят своих голубей. Воплотили все штрафы и обошлось нам все в 31 евро. Рядом с городом Болонии есть огромный аутлет, куда мы сейчас и приехали. Будем искать мне очки, которые я потерял в городе Падея. Не знаю где и как, потому что мы возвращались, искали их, нигде их не было. И плавки, которые я ставил в раздевалке еще в Хорватии. Блаженство! Наконец-то у нас бесплатный паркинг. Мало того, здесь паркинг очень крутой с крышами, чтобы был тенек на машинах и на крышах стоят солнечные батареи. Вот цивилизация добрала людей. Аутлет называется Кастель Гуэльфа. Мы зашли в магазин Линд и здесь шоколадное мороженое. Просто все шоколадное. Дай мне попробовать. Не дам. Это молочный шоколад с лесным орехом и белый шоколад. Линд это швейцарская компания. Они производят очень популярный в Европе шоколад. Дозаправили полный бак на 42 литра 71 евро. Ни хрена она не пьется. В общем, не пьется эта тема. Остановились мы тут на заправке на перекус. Цены просто сумасшедшие. Бутылка воды 2 евро. Добрались мы до моря. Остановились в городке сестры Леванты. Наш хозяин квартиры, к которой мы сейчас едем. Он нам сказал, обязательно заедите сюда, посмотрите какая здесь креста. И здесь реально круто. Здесь паркомат. Таня сейчас заплатит за парковку. У нас 20 минут времени есть. Потому что мы договорились с хозяином в 8 вечера встретиться. Парковка на полчаса 1 евро. Поставили машину. Еле нашли места. Потому что здесь все забито машинами. Там видно бассейн накрыт. Здесь море. А это велосипедная дорожка. Она красная. А еще здесь крутые деревья. Крутые пальмы. Лежаки с полосатыми зонтиками. Здесь песочный пляж, но он похож больше на грязь. Есть скалы, домики. Судя по тому, что я вижу, я думаю, это какой-то был курорт еще давно для аристократов. Потому что были такие старинные виллы. Очень крутые. И на пляже там такая система, что там как личные переодевалки у людей. Этот городок любовь с первого взгляда. Просто нереально круто здесь все. В самом городе все дома такие шикарные. Как будто их строили какие-то, не знаю, короли-цари или кто-то, у кого много денег. Мы наконец-то поселились. И это часть нашей квартиры. Очень круто здесь. Мы не ожидали такого уровня. Не ожидали, что этот город настолько крут. В общем, завтра я вам покажу это же дело. Но сейчас мы выдвигаемся кушать. Это шкаф или дверь? Это наша дверь. У нас еще тут есть такой ключик. А этот ключ вообще такой я никогда не видела. Открываю сразу, только в какую сторону. Есть. Четкий лифт. Вообще нереальный. Нужно открыть дверь. Только туда зайти. Такого еще не видел мне. Только фильма. Есть вторая дверь. Сейчас она откроется. Куда это мы попали? Нереальный туннель. Как будто мы в метро. У нас здесь для консьержа, наверное, такая есть специальная секция. И оно похоже на кассы. Здесь даже есть окошко. Можно купить билетик. Ого, это нереальный туннель. Зараза больше чем я. Тут, наверное, 4 метра. Рядом с домом у нас есть большой туннель, который проходит в гора где-то. Сверху мост, какие-то старинные надписи. И наш дом просто черный. В нашем доме есть фаникулер. Это нереально. Фаникулер. Вот он стоит и ждет людей, которые захотят поехать наверх. Кажется, кто-то захотел. Это пацан. И там дальше продолжается еще один туннель. Это кафедральный собор святого Лоренцо. Нереально красиво, полосато все. Он полностью в полосочку. Чтобы вы понимали, не только у нас крутой дом. И все дома такие. Этот дом вообще похож на какую-то церковь. Там есть лифт, какая-то статуя, еще статуя. Мы добрались на улицу Сан-Бернардо. Там место, где куча баров. И еды. Но почему-то все уже закрыто. Но там видно, какая-то живность есть. Нереальное место. Нам постоянно приносили что-то бесплатное. Сначала принесли в сырные палочки. Потом принесли в такую посудину с оливками. А теперь нам принесли нарезку разных овощей. Два пива и одна пицца нам обошлась в 19 евро. Продолжаем свои прогулки по Гену. И сейчас выдвигаемся в сторону моря. Посмотрим на само море. Потому что мы здесь еще его не видели. Только издалека. В море это такая вот конструкция. Вообще непонятно, зачем она построена. С одной стороны она держит крышу кота-бара. С второй стороны сверху этих столбов идут тросы, которые просто заныривают в воду. И если повернуться еще, из тросы держат какой-то лифт. Лифт, который видимо поднимается вверх. И открывается офигенный вид на море. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода